Вас приветствует Алена Ариас. Если вам нужна помощь, обращайтесь, пишите мне на Viber, WhatsApp, Telegram. Ну а сейчас, мои хорошие, узнаете, что же принесет вам понедельник. Так, понедельник, прям с утра какие-то предложения будут по работе, карьере, бизнесу. Ну, да, я бы сказала шоппинг, может быть, закупка продуктов, ну, небольшие, небольшие траты, так скажем. Так, еще в понедельник, вот какая-то неопределенность идет в первой половине дня, такое ощущение, что будут вам какие-то предложения, что-то вам нужно будет решать. Да, и вот снова карта выбора. Ну, зато, может быть, будете решать, куда поедете отдыхать, бронировать, это, кстати, нелегкий процесс, чтобы решить, куда поедете, в какой отель, выбрать, забронировать, билеты выбрать. Ну, в общем, это реально процесс, да, связанно с поездкой, то есть решение какое-то будете принимать, связанное именно с поездкой. Ну, тут все может быть об этом. Так, еще, может быть, с работой, девочки, может быть, предложения будут по работе, будете выбирать, на какую работу перейти. Или же по бизнесу, да, ну, тут может, вопрос может касаться поставщиков ваших, да, то есть сотрудничества, поставщиков, перевозчиков, очень возможно, да, возможно, вам предложат более выгодные условия, чем те, которые у вас есть сейчас. Может касаться рекламы, например, вы с кем-то сотрудничаете, да, по рекламе, вот, может быть, более выгодное сотрудничество, и вам нужно, конечно, будет выбрать, принять решение здесь. Да, начать, да, вот, и вижу, начало чего, то есть, либо это поездка на отдых, либо вот, что-то, какие-то предложения вам будут в сфере работы, карьеры или бизнеса. Так, дальше, ближе к вечеру, что, ну, вот, поездку я вижу, девочки, тут либо бронирование поездки, но тут прям поездку, реально, все-таки. Да, это после обеда, то есть, может быть, это не та поездка, которую вы будете бронировать, возможно, это какая-то поездка на встречу, но волноваться почему-то вы будете. Первая встреча, встреча с мужчиной, а мужчина черненький, черная волоса, темные глаза, серьезный, практичный, деловой, кстати, молодой, в отличие от того, который изображен на карте. Вот, и, да, и, может быть, еще и женщины. Очень похоже, что какая-то, ну, может быть, друзья, да, ваши, вот, может быть, родственники, может быть, деловая какая-то встреча у вас. Может быть, было какое-то предложение, да, вас пригласили там на встречу, на собеседование или просто там на разговор для заключения договоров, сделок контрактов. Может быть, это связано также с покупкой, продажей, недвижимости. Так, ну, как-то не очень-то вас встреча, в общем-то, это устроит. Да, как-то вы не договоритесь. Да, ну, либо, можно сказать, что не пройдете собеседование. Ну, это прямо вот во второй половине дня, я бы сказала, ближе к вечеру. Так, что тут еще? Ну, при всем при этом, даже, смотрите, даже если это собеседование, и вы его не пройдете, опять-таки, как я всегда учу, это к лучшему. И я тут думаю, что либо они вам потом перезвонят, скажут, что вы им подходите, да, вот, либо будет какое-то другое предложение, хотя переживания у вас будут. Переживания на вечер вам обеспечены. Ну, смысл, я не вижу переживания, хотя оно как-то само, да, как-то само переживается, да, девочки? Вот, я хочу сказать, что у вас даже есть какое-то предложение, почему-то, может быть, вы как-то на него внимания не обратили. Есть более выгодное предложение, или же поступит прямо в тот же вечер, ну, там, через час, через два, после вот этой встречи. Вот, если эта встреча какая-то дружеская или там с родными и близкими, то волнение, переживание тут из-за денег. Не знаю, может быть, вы у них будете деньги просветить, или они у вас. Вот, может быть, с этим связано. Но вечер, прям поздний вечер, смотрите, пройдет очень хорошо. Но здесь, возможно, знакомство, возможно, свидание, возможно, приятный разговор с мужчиной. Мужчина вам знаком, кстати. Вот, да. И, возможно, честно говоря, даже если у вас там 40 конфликт, расставание, разрыв, развод, возможно, даже встреча или примирение. Но это прям похоже. А вот, ну, тут, конечно, очень многое зависит от вас, насколько вы хотите, готовы к этому самому, к этой самой встрече, к примирению. Вот. Ну, и потом мысли, мысли об этой поездке, опять снова, вот это вот все, что я вам вначале рассказывала про поездку. А вот, тут мысли будут, то есть, опять будете об этом думать, скорее всего, это предвкушение этой прекрасной поездки. Ну, и карта совета. Так, это богиня Иштар в границе. Любите себя достаточно сильно, чтобы отказать другим притязаниях на ваше время и энергию. Это по поводу вот этой встречи, которая пройдет не очень хорошо, и вы как-то потом будете переживать. Вот богиня Иштар как раз таки говорит о том, что любите себя, в первую очередь, достаточно сильно. И не стоит переживать из-за других. Что бы там ни произошло. На этом, мои хорошие, я вас всех благодарю. Желаю вам всего самого наилучшего. С вами была Алена Ариес. До новых встреч, новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok